Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кеша, и мы с Максимом находимся на нашей кухне. Как вы можете заметить, сегодня у нас в гостях знаменитый музыкант, выдающийся аранжировщик, гитарных дел мастер, ведущий гитарист группы «Адовый мужик» Владислав Валерьевич Фельсов. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, Ракете. Здравствуйте. В ваших комментариях я часто встречал такие просьбы, пожелания рассказать о каких-нибудь рецептах предоставления домашних настойков. Что ж, сегодня я постараюсь хотя бы в малой форме ваше желание исполнить. И сегодня мы протестируем коньячную настойку, приготовленную, естественно, в домашних условиях из сахарного самогона. Как вы относитесь к этому? Классика. Сахарный самогон – это в первую очередь классика. А как он сочетается именно с коньяком, и что вообще выходит из сахарного самогона, вот именно вот в это, мне будет очень интересно узнать, и посмотреть, и попробовать. С вашего позволения. Ну, давайте для начала продегустируем. Конечно, да, конечно, обязательно. Так, это коньячная настойка. Уже готовый продукт, непосредственно. То есть вы можете видеть, что цвет вполне коньячный? Очень. Выглядит презентарно. Я бы сказал, что он даже вискарный. Ну, какой-то хороший, да. Ну, что-то среднее, что-то среднее. Ну, коньячок, да. То есть это можно назвать виски, можно назвать коньяком. Вы можете назвать это как угодно. Ну, мы сейчас попробуем, и я вам точно скажу, что это на самом деле такое. Каково это на вкус. Дегустать. Давайте мы сейчас попробуем посмотреть, что это. Выпьем. Запах. Ну, запах явно не коньячный, травяной, но... Выпьем. За здоровье наших зрителей. Определенно выпьем. Вот это да. В отличие от коньяка, он не такой терпкий. И это плюс. Потому что хорошо идёт. А что для нас самое главное? То, что хорошо идёт. А коньяк, я вам хочу сказать, идёт не так хорошо. В таких пропорциях. Коньячком надо... Ты наливаешь его и губки мочишь. Собственно, и всё. А здесь его нужно пить, вот как мы и пьём. И для таких целей этот напиток абсолютно предусмотрен. Ну, с чем вы можете сравнить вкус данного напитка? Ни с чем. Я его могу сравнить с вкусом именно у этого напитка. Я ничего подобного до этого не пробовал. И... Вообще вздыхает тяга. Потому что он уже знаком со всеми вкусами и ароматами. Он своё мнение выразил своим глубокомысленным вздохом. Мурчанием, да. Хорошая вещь, кстати. Очень хорошая вещь. Я немножко расскажу вам о рецепте приготовления. Все ингредиенты по рецепту я буду говорить в расчёте на 1 литр напитка. То есть, что нужно? Вам нужен 1 литр очищенного самогона. Как очищать самогон, я расскажу позже. В другом видео. Это, кстати, очень главная тема. Серьёзная тема. Вы берёте 10 грамм дубовой щипы, предпочтительно сильного обжига. 2 столовых ложки перегородок грецкого ореха. Очень важно. Перегородки грецкого ореха дают хороший цвет. Вот такой коньячно-вискарный цвет. И ореховый привкус, который характерен для, собственно, коньяка. После этого вы добавляете 1 палочку корицы. И оставляете в холодное место примерно на 2 месяца. 2 месяца оно должно у вас стоять в холодном месте, томиться. После этого вы открываете ёмкость. Добавляете половинку мускатного ореха. Примерно 4-5 бутончиков гвоздики. 3 столовых ложки сахара. Я вам рекомендую брать ванильный сахар. Ванильный сахар предпочтительнее. Так, корица. И еще можно, по желанию, добавить кориандра. Буквально на кончике ножа. Ну там от грамма до полутора грамм буквально кориандра. И еще снова это закрываем и оставляем на 2 недели. Не больше. 2 недели это все стоит у вас. Потом мы это все фильтруем через марлю. Обычно через 2-3-4 слоя марли. Фильтруется. И оставляем еще на недельку. Для сбалансирования вкуса. Потом это можно употреблять. И накиньте. Да, это главное, что потом это можно употреблять. Но, скажи мне, в чем нужно настаивать? Вот коньяки настаивают в каких-то бочках. Нет, нет, нет. Все, о чем я говорю, все настаивается в стекле. Ни о каких бочках речи нет. То есть, здесь все происходит очень быстро. Дело в том, что мы настаиваем домашний самогон в стеклянной емкости. Мы берем бочку, мы заменяем изначально дубовой щепой. То есть, дубовая щепа дает нам нужный аромат. Ну и легкий соломенный запах. Кстати, есть. Да. Это факт. Конкретный коньячный цвет нам в большей степени дают вот эти ореховые перегородки. Они содержат большое количество йода. Поэтому цвет коньячный приобретается очень быстро. То есть, конечно, данная настойка не является настоящим коньяком. Я за это вообще не топлю. Но очень неплохим, аналогичным напитком она очень является. И хорошим напитком к вашему столу. Я бы вам сказал, что это является очень хорошей альтернативой. Это не реклама, ничего. Но на самом деле этот напиток можно взять, вот так вот откупорить и выпить из горла. Вы ничего не почувствуете. Только лишь массу приятных эмоций. Это факт. Что не сделаешь с коньяком. Так же приятно, как с этим напитком. То есть, опять же, я хочу оговориться. Для того, чтобы приготовить данный напиток, самогон должен быть хорошо очищен. Ни в коем случае, это не должен быть такой-то мутный, вонючий деревенский самогон. Вы должны уметь правильно самогон очистить предварительно. То есть, я хочу вам показать основу. Вот примерно вот так выглядит основа. Вот в данном случае я вам показываю самогон второй перегонки, очищенный углем. Вот так он выглядит. Мы с Владиславом Валерьевичем... Уже попробовали, да. Мы его сейчас попробовали. Мы его еще не пробовали. А, это не то было. Нет, нет. Владислав Валерьевич, вы ошибаетесь. По поводу хвостов и голов, что вы можете сказать? Как процентное соотношение вообще приблизительное? Какое? Нужно рассчитывать и по сахару, и по спирту. Честно говоря. Некоторые люди рассчитывают по сахару, некоторые по спирту. Я рассчитываю и по сахару, и по спирту. И поэтому я отбираю головы и на первом перегоне, и на втором. Потери, конечно, в количестве есть. Никто не спорит. Но я все-таки ориентируюсь на качество, а не количество. Я считаю, что нужно рассчитывать по сердцу. Ну, вообще, вопросы о процентном расхождении, они... В интернете все это есть, ребята. Все это очень просто рассчитывается. Если вы гоните сахарный самогон, то есть с первого отгона вы рассчитываете, что с каждого килограмма сахара вы должны как минимум отобрать 50 миллилитров голов. То есть это у вас, ну, типа яд. Ну, понятно, что это нечистый яд, но туда попадает большая масса метилового спирта, ацетона, ну, и других высокотоксичных летучих веществ. Для кого-то яд, а для кого-то сплошное веселье. Ну, и естественно, это большой удар по печени, черт возьми. То есть вы смотрите по своему здоровью. Да. После второго перегона я пересчитываю на процент спирта. Но там есть формула, которую я сейчас не вспомню. Потому что мы уже достаточно выпьем. Ну, если что, мы подставим там где-нибудь. То есть мы сейчас с Владиславом Валерьевичем пробуем основу напитка, который был приготовлен в течение двух с половиной месяцев. А вот основа для его приготовления выглядит так. Выкинешь. Какие ощущения? Ну, то есть вы, Владислав Валерьевич, вы пробовали и первый отгон, пробовали и второй отгон. Пробовали и... Подожди, тут был первый, да? Это второй. А там был первый, да? Да. А вот этот второй. Да. Второй, менее маслянистый, в первую очередь. И больше мягкости в нем присутствует. Градус не украден. И как и при первом отгоне, и как и, ну, соответственно, и при втором. После второго отгона такой же градус, да? Становится более мягкий напиток. Прекрасный напиток. Нажраться им можно и просто вообще вот так вот выпить. И будешь в небытие. Или будешь в какой-то эйфории. Прекрасная вещь. Он отличается от магазинной водки. Не, но он отличается от магазинной водки. Да мне уже хорошо, слушай. Ну, это шутка. А на самом деле вещь очень классная. И вещь очень душевная. А, супер. Супер. Мне очень нравится, черт возьми. Очень нравится. Мне очень нравится. Я бы еще бы сигаретку закурил бы. А у нас нет никаких тут ограничений и санитарных норм. А может быть мы все-таки попробуем второй вариант. Первый вариант мы только для пробы примем. Вот именно конечная основа, о чем вообще собственно... О чем собственно речь. Да. Я надеюсь, вы запомнили рецепт. Но, в принципе, на видео вы можете промотать. И еще раз все это дело просмотреть. Идет все прекрасно. Вообще можно даже не забивать и закусывать очень хорошо. Основа рецепта, основа рецепта, она заложена латышами. Латышами. Я брал основу рецепта от латгальского коньяка. Вы, Владислав Полевич, вы когда-нибудь слышали о латгальском коньяке? Нет, я в первый раз слышу о латгальском коньяке. Это в Латвии есть такая провинция Латгаве. Угу, да. И там очень много самогонщиков. Пожалуйста. Вам подкурить или что вы просите? Я потом покурю. Я выпью, я потом покурю. Спасибо. И вот латгальские самогонщики все время думали, как бы туристам впарить свою продукцию. Ну, какие-то... Под красивым образом. Да. И они придумали такую фишечку, как латгальский коньяк. Угу. Они в свой самогон добавляли дубовую кору, корицу, эту самую гвоздику, этот мускатный орех. Настаиваю его две нидяки. И я остановился очень похожим на коньяк. И, видимо, это даже больше заходило, чем... И это туристам очень хорошо заходило. И появилась такая фишечка, как латгальский коньяк. С точки зрения современного алкоголя или виноделия, конечно, латгальский коньяк коньяком не считается. Сейчас вообще... Ну, это естественно. Сейчас вообще право на название коньяком, если не знают наши зрители, или не знаете вы, его полностью выкупили французы. То есть, все, что произведено вне пределов Франции, не имеет права называться коньяком. Даже в пределах. А это же, вроде бы, в провинции коньяк. Там, где был создан коньяк. По-моему, там. Но то, что... Или я туплю. Ну, там есть уже какие-то филиалы. Сейчас, на данный момент. Ну, по крайней мере, у них уже есть право, что все, что за пределами Франции, это не коньяк. А французы вообще пьют арманьяк. А арманьяк, у них есть... У них очень большие терки с армянами. Потому что армяны тоже издревле делают коньяк. Но армяне все равно пишут на своих напитках коньяк. Правда, с приставкой армянский. Но французы с ними за это спорят. А именно в этом плане создается именно большой вопрос. Арманьяк. Армяньяк. Да, да, да. Коньяк и арманьяк. А поздно в свою передачу утверждал, что именно французы пьют не коньяк. Коньяк пьют остальной мир. А французы пьют арманьяк. Французы считают, что все, что сделано из виноградного спирта, даже если оно настояно на дубовый щепель, и в Европейском Союзе это признано, это все называется словом бренди. Хотя возможно оно готовится по тому же рецепту. Поэтому, ребятушки, что такое коньяк, вопрос сложный. Если вы пьете киновский коньяк, киновский, или пьете кёнигсбергский коньяк, то это вы пьете в ленде. В принципе, если вы человек непредвзятый, и вы относитесь с большим терпким отношением ко вкусу напитка, гоните сахарный самогон, настаивайте его на дубовой щепе, и пейте его с удовольствием. Все это лучше всяких коньяков, бренди, арманьяков, все это полная чепуха. Мы все это можем сделать в домашних условиях. Мы все это можем сделать сами. Все в наших силах, и все будет прекрасно. С меньшими затратами, и с тем же буквально. Мы еще пока не опробовали, но эффект от основы уже прекрасный. Давайте еще раз, Владимир Владимирович. Давайте. примем ваше здоровье. А, и я хочу выпить за здоровье всех белорусов. Удачи вам, Сябрэль. я тоже вам желаю. Хай нам да поможем. Боже. Хороший напиток. Да, подожди ты. Хороший напиток. Хороший напиток. Очень хороший. Прекрасный. Вот. Очень хорошо, что ты его облагородил. Очень хорошо, что он был облагорожен. Вот этот напиток и превращен в этот. просто прекрасно. Прекрасный. 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 Прекрасный.